Ходила к директору. Я ему полчаса объясняла, чем отличается живая девочка от обучающегося. Реакция этого директора просто шикарная. Будут пропускать мимо, минуя рамку. Не будут мерить температуру. Если будет эвакуация, нам позвонит, чтобы мы остались дома. Электронный дневник уничтожили. Не повышать на нее голос. Вот так должно быть отношение к человеку. Это круто. И запретить им формировать документы на паспорт. Отзыв персональных данных. Вместо паспорта там несколько нулей стоит. Все. Вот что значит знание. Доброго здравия, моя Емелья. Слушайте, я сделал то же самое на своих двух сыновей. Мальчики живые, советские, написал. Она тоже, директорица, приняла у меня мое волеизъявление. Поставила подпись на входящем. И мои дети продолжают ходить в школу. Но теперь к ним немного другое отношение. Они, конечно же, подсовывают мне там всякие бумажки свои. Для регистрации. Мы, естественно, от всего этого отказываемся. Нам подсовывают учителя. Потом их медработник всякую фигню подсовывает. Они говорят, вот все сделали, вам осталось сделать. Я говорю, мы этого делать ничего не собираемся. Все вопросы к директору школы. И у меня пока вопросов не возникает. Я, причем, перед этим я ходил к этому директору школы и сказал, и показал ей 109 ФЗ, распечатал специально на бумаге, дал ей в руки. Говорю, изучите вот эту 109 ФЗ, поправку в трудовое законодательство, в трудовой кодекс 349.6. Она изучила. Я говорю, вы же понимаете, что это является государственная школа. А в уставе, я почитал их не устав, в уставе школе написано, что они, это организация, которая заняла это здание, это юридическое лицо. И они сейчас занимают государственное здание и занимают должности государственные. Поэтому я ей сказал, что, я ей прям прямым текстом ей сказал, что она ходит как под уголовной ответственностью, так и под личной ответственностью передо мной. Но и пока у меня, в принципе, прецедентов не возникало. Они не удалили персональные данные, конечно же, они их там используют, все такое, но к нам конкретно отношение, ну, изменилось. Моих детей термометрию не производят. Я у них прошу этот самый, ну, как прошу, вернее, они мне не прошу, они мне дают стеклянный градусник. И каждое утро я сам меряю своим детям стеклянным градусником температуру. Причем они этого всего не проверяют, понимаете? Ну, вот так, в общем, вот о таких пока условиях. Ну, в случае, допустим, перегибания палки или чего-либо. Она мне еще как-то задала вопрос, директриса говорит, я ей сказал за эвакуацию и все такое. Она говорит, а что если этот самый, если вдруг будет мероприятие, что ваши дети просто останутся в классе? Я говорю, нет, в этот день, говорю, мои дети не надо находиться в школе. И все, она меня услышала. В общем, вот так вот. Мне тоже как бы не особо, ну, сам факт, что я ей дал понять, что я ей прямо сказал, что мои дети не граждане Российской Федерации, они мальчики, живые мальчики. А то, что там написано в персональных данных, это персональные данные. Единственный вопрос, который она у меня спросила, а как вы относитесь к вакуации? Я говорю, это эксперимент, медицинский эксперимент. Ни я, ни мои дети, ни моя супруга, мы не участвуем в медицинских экспериментах. Все. Вот на этом разговор у меня с ней закончился. Илья, здравствуйте. Я когда писала это волеизъявление, здесь же срок стоит 10 дней. Они вообще никак не реагируют. Тишина. И здесь еще, знаете, внизу написано, означает ваше согласие на заключение со мной договора аферты в порядке статьи 435 ГК РФ. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. И директор молчит, и я не знаю, что делать. Нет, то есть я, конечно, понимаю, что волеизъявления я представляю как аферту им, как выдвигаю аферту, но требования-то здесь, они мне должны акт предоставить о том, что они уничтожили эти данные. То есть они, получается, не уничтожают, и акт мне не предоставляют, и вообще ничего. Ну, теперь смотрите, вот придите к заключению. Этот самый, я тоже об этом думал. Он думал об этой статье ГК РФ об аферте, я об этом уже все думал. Вот придите к заключению. Сейчас у меня, то у меня то же самое все, они молчают, никакого акта, ничего, все такое же. То же самое все. Но теперь любые предложения со стороны школы, любые предложения, это чисто на вашу совесть, на вашу, навязать они уже ничего не имеют права. Мне пытались что-то навязать через учительницу, она мне раз повторила, второй, я ей говорю, Ирина Васильевна, вы на меня уже давите. Она мне говорит, нет, 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 все, я на вас ничего не давлюсь. Она тут же развернулась и ушла. Теперь о чем это говорит? О том, что если они взяли у вас волеизъявление, я делал две копии. Одну она мне подписала, вернее, два оригинала. Одну она мне подписала, она у меня хранится. А вторую я отдал ей на руки. Два оригинала. Вот теперь, получается, в случае нарушения тех условий волеизъявлений, все без проблем включается, договор оферты включается, и вы выставляете счет. Ну, в случае каких-либо, ну, пока что, вот у меня вот этот год сколько идет, да, вот сегодня февраль месяц, ничего, пока что они мои права, права моих детей не нарушают. Поэтому, как бы, все идет, как и положено. Они вообще, как бы, не приступают вообще абсолютно там в отношении ни меня, ни моих детей, никаких там рамок они не превышают. Они пытались как-то через учителей это сделать. Я им сразу сказал, что, ребята, вы юридическая организация, вы предоставляете услуги. Этот вид услуги я от вас не принимаю. Понимаете? Вот и все. А там написано четко, в случае нарушения. То есть, они не предоставили акт, все, они заключили с вами сделку, все. А теперь, в соответствии со сделкой, с этой сделкой, если вдруг будут нарушены те условия, которые написаны в этом волеизъявления, вы вправе предъявить им этот самый, ну, исковой какой-то, даже через суд моментально, сразу через суд, и все, копию волиизъявления и в суд направлять. Ну, по факту нарушения. Вот так это работает. Поэтому, в принципе, все нормально. Вы же понимаете, что там, в той школе, в которой видео Антона, предоставили акт о уничтожении. Там, может быть, даже они не до конца и поняли, что они сделали. Ведь персональные данные-то в школе остались. У них в системе, в школьной системе, персональные данные числятся 100%. Фамилия, имя, отчество той девочки числится 100%. Но формально для родителей этой девочки, они написали в тех учетах, да, в которых им предоставляют для видимости ученица К. Все, понимаете? А в ихних отчетах перед департаментом, перед министерством образования, они по-любому пишут фамилии, имя, отчество. По-любому, я уверен. Нет такого в системе ученица К. Или там живой мальчик, или живая девина. Такого в системе нет. Система с такими терминами не работает. Вы же понимаете, что это все юриспруденция, все терминология. У нее есть строгое соблюдение всех моментов. Илья, большое спасибо, что вы мне ответили. Я написала в двух экземплярах тоже. Мне секретарь расписалась и расшифровала подпись, и написала входящий номер, то есть все как положено. А вот про то, что акт не предоставили. Вот в том видео они предоставили акт, и там, ну, я так понимаю, учителя или кто-то взяли на себя ответственность, они расписались там, поставили свою подпись. А у меня вот ничего нет. Не так, даже не заключили аферту, а как это называется. Они акцептировали, получается, мою аферту. Вот. Спасибо большое, я хоть немножко разобралась. Илья, здравствуйте. Мне нужен ваш совет. Мне позвонил директор школы, которым я писал волеизъявление на запрет персональных данных, и предложил сегодня встретиться. Ну, и не очень, как сказать, доброжелательно был настроен. Он говорит, я проконсультировался, хочу уточнить, на запрет на какие данные вы, ну, конкретизировали. То есть все нельзя запретить полностью. Я не знаю, как себя мне вести. Подскажите мне, пожалуйста. Доброго здравия, доброго. Слушайте, так, первое, что, что хочу сказать. Как в одном прекрасном, знаменитом мультике. Спокойствие, только спокойствие. Так, в волеизъявлении все написано четко. Запрет каких обработки данных. Там написано. Видео, фотофиксация ребенка, медицинские вмешательства и тому подобное. Они могут обрабатывать персональные. То есть только информационные. Которые вы, когда подписывали договор на обучение ребенка, внесли туда. То есть фамилию, имя, отчество. Вы должны четко понять, дать понять этому директору школы. Там написано, что ваш ребенок, ваше дитя, это человек живой. Кто там, девочка, мальчик у вас живой. А персона, которая прописана у них в договоре в школе, это персональные данные. Фамилия, имя, отчество. Поэтому запрет вы наложили. Там четко написано. На медицинские вмешательства. Правильно, что там. Видео, фотосъемку ребенка. И всякое такое. Вы прочитаете волеизъявление. И должны четко разделить эти понятия. То есть фамилия, имя, отчество, персоны вашего дитя. Это просто персональные данные. Кто там, средство рождения. Что там такое. То есть данные бумажки. Бумажки. Не человека. Вы им говорите, им четко даете понять, что ваше дитя, мальчик или девочка, это человек. Живой человек. И ничего общее с бумажкой не имеет. Вот поэтому вы наложили запрет. То есть отношение к ребенку, к дитю вашему, должно быть как к человеку, а не как к фамилии, имени или отчестве. Понятно? Вот и все. Вот и все. Все предельно просто. Давайте, что вас еще интересует. Илья, здравствуйте. У меня хорошие новости. Спешу поделиться. Ходила к директору. Я ему полчаса объясняла, чем отличается живая девочка от обучающегося. Я думаю, что он понял. Сказал, что проходить через рамку даст указание охране. Будет пропускать мимо, минуя рамку. Не будут мерить температуру. Если будет эвакуация, он скажет нам, позвонит, чтобы мы остались дома. Или отправить ее домой, если она придет. Электронный дневник уничтожили. Потом сказал, что он даст указания учителям не повышать на нее голос. И говорит, прослежу лично. Я сама в шоке. Вот так. Так что я довольна. Спасибо за помощь. Благодарю. Всего доброго. Я ему сказала, главное, что правила, устав школы и вообще закон написан не для живого человека, а для физлиц, обучающихся и прочее. Он сказал, что говорит, я вас понимаю. Слушайте, этот сын, доброго здравия вам. Вы у меня подписаны к... Я не знаю, как настоящее ваше имя. Я так понимаю, что вы русское. Я, конечно же, искренне вас поздравляю. И это не победа. Это именно отождествление реальности, которое в настоящее время есть. Это очень здорово. Реакция этого директора просто шикарная. Он понял, что вы понимаете, что бумаги, что законы, что физлица, граждане и кто такие живые люди-человеки. Это очень здорово. Это просто превосходно. Ну, конечно же, я вас поздравляю. Я прошу вас свой личный опыт жизненный разносить всем знакомым. Чем быстрее, тем лучше. Я вас очень прошу это сделать. Делитесь этой информацией с теми, кто вас слушает. Помните, не мечите бисер перед свиньями. Делитесь с теми, кто вас слушает. Слушает, делитесь, рассказывайте. Пусть люди размораживаются, замороженные вот эти вот ку**, которые уходят мимо нас. Пусть размораживаются, включают в свои мозги разум и разделяют бумажное физлицо, любые бумажные от своих детей. Это очень важно. Бумага – это бумага. Это то, что написано у них в их документах. А живой человек – это совсем другое. Это два разных понятия. взаимоотношения и так далее. Это очень здорово. У меня, конечно, не так круто, как у вас. Но это очень здорово. У меня там просто через рамку… Они не работают, эти рамки, но тем не менее мы ходим через эти рамки долбанные. Видите? И уважительно отношение к детям. Вот так вот. Вот так должно быть отношение к человеку. Это круто. Это очень здорово. Я вас искренне поздравляю. Во благо всем, нам и каждому. Поэтому я вас прошу, поделитесь своим личным опытом. Это очень круто. Реально круто. Причем не только в окружающих, да, вот среди окружающих. А еще, пожалуйста, поделитесь с другими городами. Именно как личный опыт. Не надо там этот акт об уничтожении. Да и фиксим, не дали, да и досвидуось. А именно предупредили, что они заключили с вами сделку. Именно это самое. Акцептировали вашу этот самый. А уже какая оферта будет, да, в случае нарушения прав человека? О, это уже все вытекающие. А я так понимаю, что директор именно понял, чем это ему грозит. Поэтому он все прекрасно понял. По документам будет идти какое-то там физлицо, там у него числится будет. А отношение к ребенку, к живому дитю, будет совсем другое. Вот и все. Шикарно просто. Я вас поздравляю. Искренне. Во благо. Илья, здравствуйте. Когда мне директор звонил второй раз, я трубку сняла, но молчала. И слышу, он так, тихо, тихо сказал, тихо, шик, вот так вот. Значит, он с кем-то там сидел и слушал меня, и поставил на громкую связь, потому что я эхо слышала. И сегодня он просил, дайте мне еще два дня на уничтожение актов. Я так понимаю, что я не успеваю. Вот ты представь. И, честно говоря, вот такой реакции с его стороны я не ожидала. Во-первых, я ему много документов принесла о том, что он, ее лицо, то есть я прям распечатала, что он временно замещает государственную должность. Он даже сам, наверное, не ожидал. Я изучила устав школы, всю ночь сидела. Сказала, что... Господи, что там по уставу? Ну, нет никаких прав у детей практически. Все они там обучающиеся. Про ребенка, про дитя вообще ничего нет. Никакой речи абсолютно. Все они только должны и все, одни обязанности. Я боялась, что он мне скажет, что мы не сможем сдавать ГИА и ЕГЭ. И нашла письмо Роспотребнадзора 12.03.2019 номер 10-188. В нем говорится... Так, рекомендации по обработке и проверке работ участников ГИА, отказывающихся дать согласие на обработку персональных данных. То есть мы можем написать вместо фамилии, имя, отчества отзыв персональных данных. Вместо паспорта там несколько нулей стоит. Все. И они обязаны все это принять и все оформить, как положено. И он мою волеизъявление сделал себе обычную черную ксерокопию. Она лежала у него на столе. И он... Это я... Вы не смотрите, не обращайте внимания. Я так себе для изучения, так сказать. Вот так. Слушайте, ну, слушаю вас и улыбаюсь, честное слово. Вы прям, ну, шикарно. Просто пример. Я вам честно, вы пример для подражания. Я вас прошу, распространяйте свой опыт. Это ярчайший пример просто. Слушайте, скиньте мне, пожалуйста, вот это вот по поводу Роспотребнадзора, что вы там нашли, да, какая-то рекомендация, да? По поводу... Скиньте мне, пожалуйста, этот образец, если вам не сложно, а? Благодарствую вас. Ну, что я могу сказать? Я рад за вас, честно. Искренне рад за вас. Честное слово. Прям искренне вот сердце шепчет. Очень здорово. Очень. Я вас поздравляю. Это очень и очень... Он реально подофигел тот день. Вот что значит знание. Вот видите как? Вот вы... Ну, я вам подсказал. Вы нашли, разобрались еще и сами. Понимаете? То есть, вы были уже подкованы. Причем вы же не юрист, правильно? Ё-моё. Просто нормы определенные законодательства изучили. Все. Как бы это ни звучало прискорбно, но это долбанная политика, это законодательство, оно уже залезло к нам в дом, в наши семьи. И хочешь, не хочешь, мы... Ну, приходится в этом разбираться. Поэтому вы вот реально яркий пример, ярчащий. Пожалуйста, поделитесь своим примером там среди родителей, ну, которые готовы слушать. Да, это очень здорово. А по поводу этот самый из Роспреднадзора, не забудьте, скиньте, пожалуйста, если вам несложно. Благодарю. Во благо. Илья, ну вот одна знакомая у меня тоже отдавала заявление просто на отзыв персональных данных. С дочерью передавала просто в школу. И говорит, результата никакого. Я думаю, что нужно отнести личное, и чтобы секретарь приняла это все, подписала, как положено, свою фамилию полностью написала, входящий номер поставила, только тогда, я думаю, считается, что зарегистрировано и принято. И тогда они должны официально уже ответ дать. Илья, еще я вспомнила, знаешь, интересный момент. Он в конце сказал, я так понимаю, что времени у меня уже не осталось. Вы дайте мне хотя бы два дня, чтобы я смог вам акт предоставить об уничтожении. Вот это ничего себе. А поделиться мне не с кем абсолютно. У нас люди спят, никто не хочет, не воспринимают серьезно. Кто и верит, воспринимают серьезно, но действий никаких конклюдентных, как вот говорят, они не хотят совершать абсолютно. Всем наплевать. Илья, еще я узнала, если у вас дети маленькие, еще не получили паспорт, то вы можете до 14 лет пойти в МВД и запретить им формировать документы на паспорт. И ребенок получит паспорт лет в 18 или в 21 даже. Можно и так. У меня дочь недавно получала паспорт. Мы толком еще не знали ничего. Я только-только буквально узнала вот об этом, обо всем. Мы пошли. Когда уже получали паспорт, нам дали расписаться в форме П-1, Вика у меня расписалась, зачеркнула, перед этим написала без акцепта, без оборота на меня, сейфбай, зачеркнул свою подпись АР. И мы отдали. За нами... А паспорт у нас уже был в руках, я его взяла, и мы не расписывались в паспорте. За нами бежал эта работница МФЦ, но мы успели убежать. После этого из УФМС нам звонила начальница. Три дня. Вместе с какой-то девушкой, полковником, они нас стерилизировали. Говорили, что ко мне пришлют участкового, он составит мне административный протокол. Я им говорила, что если участковый придет без... Ну, от прокурора у него не будет разрешения ко мне войти, я его не пущу. Там вообще кинокомедия была. Но потом они отстали. Говорили, что я плохая мать, что я порчу будущее своей дочери, что она у меня вот когда соберется замуж или там поступать в институт, у нее паспорт будет, ну, неправильный. Ну, вот, короче, мы так и остались с таким паспортом неправильным. Доброго здравия, Сара. Да, это факт, реальный факт. И поэтому я вас и просил распространить свой опыт. Чем скорее, тем лучше по всем группам, по всем чатам, в которых вы есть. Это факт, я согласен. Все правильно вы сделали. Пусть ребенок ни в коем... Девочка, я извиняюсь, Ребенок, мы оба, они такое слово. Не наши, в общем. Пусть дитя больше ни в коем случае не трогают, тем более ничего там не пишут. Это ее не касается. Все остальные бумажки, всякая такая фигня, которая будет предлагаться, это все уже вас не касается. Все. Это все касается только персоны. Вот и все. Все правильно. Вы, конечно, молодец. Ну, распространить будет информацию по всем школам, но видите, уже процесс как запустился. Они уже индивидуально детям дают на подписание эту обработку. Вообще уже офигели бы. Да, понял вас. Благодарю. Слушайте, по поводу вот этого вызова, то, что там у вас произошло, да, что вас вызвали в рай, но дело в том, что вам стоил, я не знаю, как происходил этот вызов, по телефону или как-то в письменной форме. Вам надо было тоже этот самый свое время. Ну, это ладно, то, что прошло так, это и бог с ним. Но впредь вы этот самый требуете, чтобы они конкретно отождествляли вас от всякой персоны, чтобы они четко прописывали, кого они приглашают. Конкретно кого. Человека, женщину с именем, или кого, физлицо, там, гражданку, или что там они пишут. Если гражданку, вы поясняете, что вы, вы не гражданка, ну, там, какие у вас дальше взгляды, понимаете, что вы им объясняли, что гражданам Российской Федерации не может быть априори. 62-й федеральный закон, Конституция это все определяет. Вы не физлицо, потому что физлицо, это неодушевленная электронная там и всякая запись, понимаете, чтобы этот самый. Если они человека вызывают, да, они скажут, что у человека, женщина, они не имеют права этого, потому что они должностные лица, они служат на вас, понимаете. В общем, вот так вот. Они служат, они обязаны, должны, они должники. Они одели на себя ермо должника, они должны и обязаны, все. Они вступили в должность, все. Они должны и обязаны человеку. Вот так это надо точно понимать. В данном случае мы с вами человек, живые мужчина и женщина. Понимаете, да? Вот и все. Вот это вот определение однозначное, стопроцентное, непоколебимое, понимаете, значение в этом мире. Мы являемся человеком живым. Я мужчина, вы женщина. Вот так вот. Ну, в чине мужа, в чине жены. Понимаете, да? Вот так. Надо, чтобы они это все четко понимали. Эти бахни. Мы не фамилия, не отчество там. Мы не являемся персонами. Продолжение следует... Продолжение следует...